В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 48-е заседание. Народные избранники рассмотрели бюджет Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 года, а также несколько десятков других важных вопросов. Главной темой заседания стало рассмотрение проекта закона об областном бюджете, который внес губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Все основные параметры детально обсуждались членами правительства и депутатами профильных комитетов. На заседаниях бюджетной комиссии, начиная с этапа планирования. Особенность бюджета этого периода в том, что он формируется в условиях пандемии коронавируса. Фракции партии КПРФ и Единая Россия поддержали бюджет в первом чтении. Есть определенные вопросы у фракции КПРФ относительно доходной части. Использование имущества на протяжении последних многих лет не может не вызывать радость то, что большая часть бюджета будет расходоваться на социальные нужды. Это порядка 70% всех средств, которые будут заложены в бюджете. Радует, что правительство Ульяновской области услышало предложение фракции КПРФ относительно экономии бюджетных средств. Экономия в итоге составит около 300 миллионов рублей. Из федерального бюджета ожидается поступление в размере 18 миллиардов рублей. Расходы на социальные нужды будут увеличены на сумму около 2 миллиардов рублей. Руководитель фракции партии КПРФ воздержался от голосования за доходную часть бюджета. Поэтому процесс достаточно сложный и долгий. Но сейчас первый этап рассмотрения бюджета рассматривается за доходной частью. Причем доходная часть, это она самопрогнозная. Поэтому мы сейчас окончательно определимся в ходе обсуждения. Но пока, конечно, есть много вопросов по доходам. Потому что если не будет нормальных доходов, то даже физически невозможно будет обеспечить нужные социальные статьи. Поэтому в процессе обсуждения будем определяться. Но, может быть, мы воздержимся пока. Проект бюджета сформирован с дефицитом в 5 миллиардов рублей. Но в декабре ожидаются поступления из федерального бюджета. Доходная часть бюджета на 2022 год сформирована в размере 72 миллиардов рублей. Это больше, чем в прошлом году. В прошлом году, насколько я помню, первоначальная цифра была 64 миллиарда. Расходы бюджета сформированы в сумме 77 миллиардов рублей. Дефицит порядка 6 миллиардов. Что касается государственного долга региона, в Ульяновской области большинство заимствований являются долгосрочными. Если мы эту сумму разделим в среднем на 8 лет, то у нас ситуация в сравнении с другими регионами наиболее выигрышная. Поэтому этого бояться не нужно. Заимствования должны быть длинными, заимствования должны быть разумными. В основе проекта областного бюджета лежит базовый вариант прогноза социально-экономического развития области на среднесрочный период, который предусматривает развитие региона в условиях, сохраняющейся неопределенности траектории экономического роста. Представители фракции ЛДПР в законодательном собрании дали свою оценку региональному бюджету. Мы видим, что документ с финансовой точки зрения подготовлен грамотно и сбалансированно, но если рассматривать его как улучшение наших жителей, то серьезного улучшения в данном проекте закона мы не видим. Все государственные программы имеют дефицит с разной степенью, где-то больше, где-то меньше. Причем это очень важные социально значимые программы и здравоохранения, и транспортное обеспечение, и ряд других. С одной стороны, конечно, мы выполняем свои социальные обязательства, индексируем их на 4%, а с другой инфляция составляет почти 8%. На заседании парламентарии также обсудили проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2022 год. И еще более 20 изменений в отдельные законодательные акты региона.